Сучные против идейных воров чтобы себя обезопасить, воры и фронтовики объединяются в свой клан, чтобы противостоять идейным законникам. Из сучных воров МГБ, Министерство государственной безопасности СССР, делает оппозицию. Сучные воры прекрасно идут на контакт с администрациями тюрем, агентами МГБ. Так действовал и Черкасс. Он сплотил вокруг себя много заключенных, и поэтому ему удавалось противопоставить в зоне свою власть власти ворам. Конечно администрации и агенты также помогали Черкассу, как и другим активным лидерам-фронтовикам. В 1950 году Анатолий Черкассов вместе с еще одним одесским вором, Василием Пивоваровым, Салавар, отправляются по этапу в Воркуту. Видимо их объединили с единственной целью, показать ворам, какую власть имеют сучные, то есть те, кто шел на контакт с правоохранителями. Салавар также был авторитетным вором, держал Одессу, потом воевал в штрафбате, а закончил войну в звании капитана, командира разведовзвода. Стоит упомянуть, что с Черкассом они знали друг друга давно. Поэтому не случайно их определили в одну связку. О Пивоварове, Салаваре можно судить по следующей характеристике, которую дал писатель Зек Туманов. Одно из самых беспощадных слова команды Васьки Пивоварова, созданная в Караганде из отпетых уголовников, провинившихся перед преступным миром и не имевших другого шанса выжить, кроме как вместе с лагерным начальством сломать хребет законному воровскому сообществу. Пивоваров сам был вором и попал в штрафбат. Повоевав и снова попав в тюрьму, пошел в услужение чекистам. В его команде также были уголовники-фронтовики, в основном со сроками 25 лет. Цель поездки таких бригад по лагерям состояла в демонстрации силы сучьей власти и в окончательном, любыми средствами, подавлении авторитета воров, не политические, а именно честные воры выступали организаторами противостояния, и держали в напряжении систему. Группа пивоваров уже прошла в Оркуту, Норильск, Ангарск, Кита и теперь пришла на Колому, оставляя после себя сотни трупов. Но в итоге именно такие как Черкасс и Салавар побеждают, Салаваров все же зарезали в Караганде. В 40-е-50-е годы прошли знаменитые воровские исходки в Ростове, Одессе, Новочеркасске. И, решался вопрос, считать ли ворами тех, кто участвовал в войне или нет. И большинство оставшихся в живых воров проголосовали считать. Но и тогда воровское движение раскололось. Против сторонников Черкассы выступил авторитетный вор в законе Бриллиант, Бабушкин Василий Степанович. Всю оставшуюся жизнь эти два вора продолжали враждовать. А ведь за каждым из них стояли целые кланы. Хотя другие воры вроде бы смирились с положением Черкассы.